Здравствуйте! В исконно православной Греции на днях парламентом в первом чтении был принят законопроект о свободной смене пола. Все граждане, достигшие 15-летнего возраста, в праве решать, кем им быть. Актуальный комментарий прямо сейчас. Гость сегодняшней программы протоиерей Игорь Фомин. Батюшка, здравствуйте! Добрый день! Эта новость действительно вызвала неоднозначную бурную реакцию в обществе, не только в греческом, но и во многих православных странах. Как бы вы могли прокомментировать? Для меня эта новость, конечно, как и для многих, что называется сногсшибательная, действительно подкашиваются ноги о такой новости. В православной Греции во плоти православия вдруг происходят совершенно немыслимые вещи, которые давным-давно уже доказаны, что это не ошибка природы или случайный случай, что человек родился с тем или с другим полом. А желание сменить пол – это психическое заболевание. И вот это психическое заболевание теперь начинает узаконивать. Причем кто узаконивает? Не народ, а именно парламент. То есть те, которые, можно так сказать, слушают Запад. Причем Запад не в европейском плане, а закианный такой Запад, назовем так. Но тут и Европа слушается, тот Запад. Ну, естественно, да. И принимают совершенно губительные для своей страны законы. Мы видим, что произошло в Европе. После того, как все эти однополые браки были легализованы, однополые взаимоотношения были воспеты, мы видим, что рождаемость упала. Люди перестали, в общем-то, скажем так, выполнять свою функцию защитниками семьи, родины. Ну и вообще все. И к ним, естественно, хлынула новая кровь. Новая кровь, которая захватила уже их умы. Во многих странах Германии, благополучной, замечательной Германии, уже насчитывается по 40-60% детей, которые приехали из азиатских стран. Я ни в коем случае не против азиатских стран, не против этих людей. Но мы с вами прекрасно понимаем, где окажутся сейчас коренные жители Германии, в каком гетто. Это примерно будет то же самое, что было в Америке, когда ее открыли, завоевали, да, и где оказалось 95, примерно, миллионов, по самым скромным оценкам местных жителей, в резервации или просто были убиты. Точно так же произойдет... Видимо, эта программа, она выгодна кому-то? Естественно, выгодна. И очень жалко, что Греция на это поддается. Но я думаю, что это не случайно произошло. Вот это лично мое мнение. Многие для себя открыли православную Грецию, многие для себя открыли Афон, многие для себя открыли те замечательные богословские сообщества, которые были в Греции. И мы могли в последнее время наблюдать маленький снобизм по отношению даже к русским, к своим единоверцам. Ты приезжаешь на Афон и, в общем-то, а, русские, ну, и там подобное. И вдруг такая подножка всем этим богословам была выдвинута своим же парламентом. Это неспроста. Теперь совсем другая ситуация. Теперь они уже прислушиваются и говорят, да, Россия – это действительно оплот православия. Раньше с нами даже, ну, как бы так, не считались, уважали, как младших братьев, а сейчас начинают опять прислушиваться. Ну, это было всегда исторически, это мы с вами прекрасно знаем, отношение греческое государство, в общем-то, к России, греческой церкви к России. Но я хочу не подчеркнуть отрицательное отношение. Я хочу нам напомнить. Если вдруг и у нас возникнут какие-то снобистские чувства, мы точно так же пострадаем. И будет нам опять же плохо. Смирение, кротость и вера и доверие Богу – вот что самое главное для нас сейчас. Большое вам спасибо. Дорогие телезрители, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова